Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Я вот отдыхаю. Сегодня утром я заходил в лонг по биткоину, но тут же прилетели какие-то нехорошие новости. И эти новости касаются стейблкоина BUSD. Вы наверняка знаете BUSD – это стейблкоин, который выпущен на блокчейне Binance Smart Chain. И вот против Paxos, компания, которая владеет этим токеном, начато расследование, запретили им выпускать этот токен, и, в общем-то, началась суета на рынке. Но, что интересно, на биткоин это как-то особо не повлияло. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк и напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу стейблкоина BUSD. Ну, в общем-то, судя по последним новостям с токеном BUSD, можно будет еще взаимодействовать как минимум год. Но, тем не менее, я бы советовал вам выйти с BUSD в другие стейблкоины, например, в USDC или в USDT. Тупо на всякий случай. Ну, а прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по битко. Открываем графики. Посмотрим, что в целом происходит сейчас на рынке. Но плюс-минус ровная пока что ситуация. FXS плюс один процент роста сегодня. Но был, конечно, пролив по токенам на этих всех новостях вокруг BUSD, но сейчас восстанавливается рынок. Практически FXS находится сейчас на том же уровне, на каком я его и покупал. Моя сделка в лонг по биткоину закрылась, к сожалению, на этих новостях вокруг BUSD. Ну, и, в общем-то, большинство активов, которые находятся в моем watch-листе, показывают сегодня падение. В том числе и токен BNB, конечно, потерял практически 10% своей цены. Так, ну ладно, давайте больше внимания все-таки уделим биткоину. Кое-что интересное я нашел на биткоине, и я вам сейчас это покажу. Я думаю, что биткоин сейчас находится в волнах Эллиота. Я сейчас объясню, как работают эти волны. Одна волна, вторая, третья, четвертая, и дальше там должна быть пятая волна. Так что сейчас биткоин ходит по волнам Эллиота. Я думаю, что такой паттерн можно к нему променить. Ну и что я могу сказать из своего собственного опыта? Мне кажется, биткоин сейчас формирует фигуру голова и плечи. Вот посмотрите, плечо, голова, и вполне вероятно, формируется второе плечо. Это большая фигура голова и плечи, и она говорит о том, что биткоин может пойти вниз. Так что не очень хорошие новости для тех, кто ожидает роста. Это фигура, плечо, голова, плечо, и затем уходим вниз. И там расстояние, на которое уйдет в итоге актив, можно померить от головы до уровня шеи. Так что можем мы все-таки, к сожалению, видеть пролив на биткоине. Если вы смотрели мое видео, у меня полно было биткоина. Отличная сделка была открыта, но я закрыл эту сделку. Все вообще продал на прошлой неделе. И с тех пор действительно биткоин и другие активы ушли вниз. После этого было некоторое восстановление. Я уже заходил в лонг, но все-таки я вижу, здесь формируется фигура голова и плечи. Ну и, конечно, в таком контексте заходить в лонг – это не самая удачная идея. Можно, конечно, зайти в лонг, но уж никак не на текущем уровне. Может быть, чуть пониже найти точку входа. Вот на этом уровне поддержки можно было бы зайти, я думаю. На этом уровне я рассчитываю на то, что биткоин все-таки сможет оттолкнуться. Но интересно все-таки то, что не пролился биткоин слишком сильно на этих негативных новостях вокруг стейблкоина BUSD. Всего 400 долларов он потерял на этих негативных новостях. Посмотрим теперь на индикаторы. На четырехчасовом стахастик направляется в зону перепроданности. На дневном таймфрейме стахастик тоже в перепроданности находится. Что у нас там на часовом таймфрейме? Здесь стахастик в средней зоне. Интересно, интересно. Двойное дно здесь на биткоине на часовом таймфрейме. Интересно. Ну хорошо, давайте подумаем все-таки, где можно зайти на биткоине в лонг. На 21200 сильная поддержка есть у биткоина. Но если все-таки отработает себя фигура головой плечи, то может биткоин уйти вниз. И можно было бы попробовать зайти на 21200. Может быть от этого уровня будет отскок. Конечно, не забываем поставить стоп-лосс. Какая цель по тейп профиту по этой сделке? Я думаю, что на 22500. Но если все-таки фигура головой плечи себя отработает, то будет сильное падение. Никакого отскока не будет на этом уровне, а уйдет биткоин ниже. Но если все-таки оттолкнется биткоин, тогда он падет вверх. Тогда это будет уже не голова и плечи. Но на самом деле, я-то говорю, что это голова и плечи, но это такая, ну, не классическая голова и плечи. Все-таки неотчетливый этот паттерн. Нет тут какой-то особой симметрии. Ну да, можно было бы, наверное, зайти на биткоине в лонг от того уровня, который я проставил, 21200. Можно или не можно. Я все еще думаю над этим, может быть, чуть пониже зайти вот здесь на 21000. Да, давайте опустим цену входа на 21000. Поставим пониже стоп-лосс. Риск 133 доллара. И потенциальная прибыль составляет 1448 долларов. Это если торговать без плеча. И с десятым плечом здесь можно заработать 14480 долларов. Это, разумеется, в расчете на один биткоин. Цена входа здесь 21 096 долларов. Стоп-лосс на 20 962. И цик-профит на 22 544 доллара. Если вы хотите торговать вместе со мной, то подайте в видео с полезной ссылкой. Регистрируйтесь по этой ссылке на криптовалютной бирже Bybit и вы можете получить бонус в общей сложности до 30 тысяч долларов. Но для того, чтобы получить этот бонус в полном объеме, вам нужно выполнить все необходимые условия. Поэтому, ребята, обязательно находите мою ссылку в описании под этим видео. Регистрируйтесь на Bybit и получайте бонус до 30 тысяч долларов. Также покупайте на бирже Bybit токен МСРТ. Проходите мои курсы по криптовалютному трейдингу. Учитесь техническому анализу. И, конечно, присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня активов на 230 тысяч долларов. Здесь у меня USDT на 127 тысяч 900 долларов. 10 миллионов 700 тысяч токенов МСРТ на 47 тысяч 600 долларов. Один биткоин у меня здесь. И сейчас я, наверное, куплю еще один биточек. Почему нет? Хотя нет, давайте возьмем пол биткоина. Потому что мне нравится то, что биткоин не провалился сегодня на этих негативных новостях. И это, на мой взгляд, показывает силу биткоина. Берем пол биткоина по текущей цене. Оформляем ордер. Ордер уже размещен. Исполнен вроде как. И я только что купил еще пол биткоина. И теперь мне на аккаунте 1.499 биткоина. И сейчас я поставлю ордер в лонг на биткоине. Параметры мы уже определили. Теперь можно оформить ордер. Вернемся на график и вспомним, что мы там определяли в итоге. Цена открытия 21 096 долларов. Переносим эту цену в ордер. Так и пишем. Открываем лонг на цене 21 096 долларов. Давайте закинем сюда 3000 долларов. Хотя нет, давайте 2000 долларов закинем. С 20 причем общий объем сделки получится 40000 долларов. Нормальный объем. И теперь нужно поставить тек профит и стоп лосс. И я вам сейчас так прям детально показываю, как открывать ордера на бирже Байбет. А прям сейчас еще детальнее вам расскажу, для тех, кто не понимает. Ну вот, на этом уровне цена входа в сделку. 21 096. Красная зона – это зона стоп лосса. Стоп лосс мы ставим в данном случае на 20 962 доллара. Вот здесь находится стоп лосс. И, соответственно, вверху стоит тейк профит. Вверху вот этого зеленого вертикального прямоугольника. Так, пишем теперь тейк профит. 22 544 доллара. И стоп лосс у нас стоит. Где там он у нас стоит? Стоп лосс. 21 082. 21 082. 21 082. Риск у меня получается 26 долларов. И потенциальная прибыль составляет… Че-то не то я тут написал. Давайте поменяем. Стоп лосс поставим на 21 000 долларов. Вот. Теперь у меня риск 182 доллара. И потенциальная прибыль составляет 2745 долларов. Подтверждаем. И теперь этот ордер автоматически исполнится, если цена дойдет до отметки, которую мы поставили как цену входа. 21 096 долларов. Опять же, напоминаю, что если вы хотите торговать, то торгуете на бирже Баббит и регистрируйтесь на этой бирже по ссылке, которая есть в описании под этим видео. И теперь поговорим о новостях криптовалютной индустрии. А сначала вам расскажу о том, что я буду спикером на мероприятии, посвященном криптовалюте AIBC Summit. Он будет проходить с 13 по 16 марта. Мероприятие будет проходить в Дубае. Поэтому, если там будете, тоже присоединяйтесь. Я думаю, что интересное получится мероприятие. Ну и теперь можно вернуться к той теме, с которой мы, в общем-то, и начинали это видео. Стэблкоин и BUSD. Фирме Paxos запретили теперь выпускать стэблкоины BUSD. И также, конечно, CZ отреагировал. Основатель биржи Binance написал целую ветку в Твиттере. Он подтверждает, что это все не слухи, все так и есть. Но вместе с тем успокаивает, что с токеном BUSD ничего не случится. Все фонды в безопасности. Действительно, нас проинформировали о том, что Paxos больше не будет выпускать BUSD, потому что это запретил финансовый департамент Нью-Йорка. В результате, маркеткап BUSD будет только уменьшаться со временем. Paxos продолжит обслуживать продукт. Все фонды в безопасности. Все полностью покрыто и обеспечено резервами. Все эти резервы прошли аудит множество раз. Касаемо судебного разбирательства, говорит CZ, я вообще не в курсе. Я черпаю всю информацию только из открытых источников. Ну, в общем, как-то так можете сами разобраться в этой теме. Идемте дальше. Так выглядит новая карта, которую мы будем интегрировать в игре Magic Craft. Скоро уже вы сможете поиграть на этой карте. Уже не помню, как она называется. Что-то там терраса в облаках или что-то такое. Ну, в общем, в любом случае, красивая карта такая. Посмотрите. И скоро мы интегрируем ее в нашу игру. Так-то, если на картинку посмотреть, она маленькая, такая небольшая карта. Но это как раз такая арена для сражений. Мы сейчас выпускаем игру по мдреплейтуерн. Это самая крутая игра в мире. У меня уже больше одного миллиона токенов MCRT, и я покупаю больше токенов. Наша игра по-любому лучше, чем Акси-Инфинити. А маркеткап все еще низкий. Отличный технический анализ, Джейми. Люблю твою открытость и позитивное настроение. И это волны Эллиота, о которых мы сегодня ранее говорили. Биткоин сидит в волнах Эллиота. Один, два, три, четыре. Пятая волна. Сейчас последняя волна на биткоине. И вот, посмотрите, этот паттерн волны Эллиота. Как он работает. Волна один. Коррекция. Волна. Коррекция. Пятая волна. И затем ABC коррекция. Вчера этот подписчик моего телеграм-канала заработал 5300 долларов. А я тут заработал 173 тысячи долларов. Это сделочка, которая у меня ликвидировалась в итоге по биткоину. К сожалению. Вот еще один комментарий. Спасибо, Джеймс. Ты всегда стремишься учить людей. Твоя помощь помогает мне идти к финансовой свободе. Я удвоил свой капитал за очень короткое время. Спасибо, ребят, за такие комментарии. Ну и на этом, я думаю, можно на сегодня заканчивать. Поговорили по биткоину, поговорили по BUSD. Если вы являетесь американцем, то пишите обязательно своим конгрессменам, правительству. Да всем там пишите, кто принимает решения. Скажите всем этим людям, чтобы они перестали разрушать криптовалютную индустрию. Пусть они разрешат все эти криптовалютные инновации, эти новые технологии. Потому что если такое будет продолжаться, то все нормальные компании будут избегать Соединенных Штатов. В Америке очень сложно вообще зайти в криптовалюту. Там очень жесткое регулирование. А криптовалюта – это вообще инновационная технология. Поэтому пишите вашим конгрессменам. Скажите им, что вы хотите быть причастными к криптовалютной индустрии. Ну что ж, на этом, я думаю, все на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.